Женщина и политика Сейчас большое количество женщин идут в политику и не боятся того, что мужчины их могут остановить. Почему вы пришли в политику? Ну, наверное, потому что в данный какой-то конкретный момент поняла, что если я не возьму на себя эту ответственность, это приведет к каким-то негативным последствиям. И для меня, и для города. Необходимо было взять на себя ответственность. Я это сделала. А то, что мужчина считает, что женщина должна сидеть дома, следить за очагом семьи, воспитывать детей, быть матерью и женой. Как быть в этом случае? Как объяснить мужчинам, что женщина имеет право быть тоже политиками, наравне с ними решать сложные проблемы в государстве? Ну, во-первых, одно другому не мешает все-таки. Можно при обоюдном желании супругов совместить, с одной стороны. А с другой стороны, извините, ну, если мы такие же претензии скажем мужчинам, будем предъявлять по поводу того, что они должны быть опорой, надеждой, добытчиками. И боюсь, что далеко не все из них выполнят этот тест, так сказать. Поэтому все индивидуально. Вот у нас есть небольшой фотосюжет различных женщин-политиков. Вот давайте его посмотрим, и вы и я будем комментировать, вот какие черты характера в этих женщинах вам нравятся. Давайте посмотрим. Ну, вот эта женщина, о которой мы говорили сегодня, президент Чили, была, это вот уже наши, Голикова. Вот какие черты наших женщин-политиков вам импонируют? Или, может быть, других зарубежных? Ну, здесь есть определенные вот внутри меня противоречия, потому что, с одной стороны, мне очень импонируют в наших женщинах, они все-таки остаются женщинами. Они элегантны, они замечательно умеют общаться, не переходя на какие-то вот резкие высказывания. Они остаются женщинами, даже в политике. Но мне достаточно близок политический такой образ Маргарет Тэтчер. Она была стальной женщиной. Железная леди и ее самое главное качество – это умение понимать, чего она хочет, умение понимать, что она хочет видеть в результате того или иного действия, брать на себя ответственность за это действие и доводить до конца, даже если на данный конкретный момент кому-то это не нравится. То есть и вы также соответствуете этому? Ну, я не соответствую, во-первых, у меня опыт не тот пока. Во-вторых, наверное, соответствую я или нет, это будут решать потом. Но, по крайней мере, определенные черты мне бы хотелось в себе воспитать и придерживаться определенных правил. Хотя бы в том, чтобы видеть, что я хочу получить в результате и доводить дело до конца. Вот как мужчины-политики к вам относятся сейчас? Вы сейчас в законодательном собрании, и большинство наших законодателей в Севастополе – это мужчины. Ну, хочу сказать, что соотношение мужчин и женщин у нас в нашем законодательном собрании вполне передовое. У нас на 24 депутата, 7 женщин-политиков – это не самый плохой процент представления. Как относятся? Конечно, с уважением, с вниманием и в то же время с пониманием того, что на данном этапе нельзя делать скидку «мужчина ты или женщина». То есть мы должны выполнить определенные обязанности, и прежде всего оценивать нас нужно с точки зрения выполнения этих обязанностей. Здесь нельзя делать, мы не имеем права делать скидку на то «мужчины мы или женщины». Мы должны… Допустим, существует какая-либо проблема. Вот как смотрит на эту проблему мужчина, как ее решить, и как женщина? Вы замечали на своих заседаниях в процессе решения проблемы? Я думаю, это дело не только в политике, это тут скорее такое гендерное мероощущение. Мужчина чаще, да простят они меня, решает проблему, которая стоит здесь и сейчас. Они тактики, причем тактики блестящие, и когда нужно пробить стену или повести сабельную атаку, они незаменимы. Женщины скорее тактики, стратеги, они могут все-таки заглянуть немножко вперед и предвидеть ситуацию наперед, и все-таки рассчитывать свои действия именно из долгосрочных каких-то планов. Это, на мой взгляд, это мое мнение. Но вот сейчас, в данное время, с 14 сентября, вы уже в законодательном собрании, какие-то проблемы решаются. Как прислушиваются к вам мужчины? Я отвечаю за определенную сферу и стараюсь, чтобы мое мнение было значимо, чтобы оно было адекватно, чтобы оно соответствовало истине, чтобы были аргументы соответствующие, и я думаю, что в таком случае будут прислушиваться. Вот вы себя чувствуете на своем месте? Или пока еще входите в это состояние быть женщиной-политиком? У меня же 15-летний педагогический стаж. А в некотором плане учитель, который выходит к доске и чему-то учит, и направляет коллектив детский, и отвечает за него, и что-то планирует. Это тоже в каком-то роде мини-государство, это мини-политика. Поэтому очень многое из того опыта, который у меня был, мне сейчас очень пригодилось. Как совместить работу женщины-политика, то есть работу в политике и семью? Сложно. Какие есть проблемы? Я думаю, что совместить можно только в том случае, если семья понимает, если семья помогает. И, наверное, это миф, что сильным женщинам никто не нужен, наверное, наоборот. Женщинам-политикам как никому нужна вот эта вот поддержка, опора и понимание в семье. И, слава Богу, мне в этом смысле повезло, очень сильно повезло. Я безумно благодарна своим родным, близким, которые меня понимают, которые меня поддерживают, которые мне помогают. И без которых, наверное, мне бы не хватило ни сил, ни возможности, ни энергии на все то, что запланировано. Спасибо. У нас есть звонок. Говорите. Мы слушаем вас. Евгения Михайловна, я вас очень уважаю. Вы очень красивая и, самое главное, умная женщина. Но меня интересует такой вопрос. Когда все-таки в год литературы в России увидят свет календарь, посвященный тем писателям и эйпоэтам, которые писали о Севастополе, который анонсирован на этот год? Это первое. Второе. Что будет делаться в социально-культурном плане для развития литературы именно в Севастополе? Ну и третий вопрос уже чисто социальный. Как можно будет решать вопросы в Севастополе в сфере соцзащиты, почетных доноров СССР и России? Спасибо. Спасибо. Отвечаю кратко. Вопросов много, целых три. Первое. Календарь, несомненно, будет. Задержка связана с тем, что старые связи типографские и издательские, к сожалению, нарушились. Определенные проблемы с логистикой. Я надеюсь, что в конце января, в начале февраля календарь будет. И, конечно же, все те наши партнеры, которые у нас брали календарей, которые ждут. Возможно, календарей будет не так много, но они, несомненно, будут. И наши постоянные поклонники. То есть это все литераторы, писатели, поэты, которые жили в Севастополе, да? Двенадцать. Бывали в Севастополе. Двенадцать литераторов, которые писали о Севастополе в годы Великой Отечественной войны. А, именно Великой Отечественной войны берется, потому что 70-летие со дня Победы. Да, да. Вот второй вопрос. Развитие литературы в Севастополе. Вне всякого сомнения, этому будет уделяться много внимания. В бюджете запланировано проведение вручения литературных премий. Несомненно, мы будем вести самую упорную работу по привлечению сюда общероссийских программ, конкурсов, форумов литературных. И такие планы имеются, планируются, уже, вернее, ведутся переговоры об очень серьезном литературном форуме осенью, где-то в сентябре месяце. Поэтому, вне всякого сомнения, Севастополь должен оставаться в этом смысле городом образцовым, как он, собственно, и был, городом творческим и городом, который может не только своим духом, патриотизмом поражать, но и своими творческими возможностями. Да, кстати, мы всем напомним телезрителям, что 2015 год объявлен президентом годом литературы. Кто ваш любимый писатель? Я извиняюсь, третий вопрос есть. В бюджете есть средства, предусмотренные на льготы для той категории, которую вы назвали, для почетных доноров. Учитывая, что закон о льготах, он достаточно объемным, я сейчас точно не скажу, какие это льготы, но если есть необходимость, приходите, звоните, приходите ко мне на приемы, я вам подниму документы и точно все озвучу. Такие льготы есть. Я просто хотела немножко прервать по поводу литературы, было два вопроса как раз, и хотелось бы знать, вот ваш любимый писатель, может быть, он не один, те книги, которые вы любите. Ну, возможно, я кого-то удивлю, я очень люблю Маяковского. Прекрасно. И я очень, ну, одна из моих самых любимых книг, это, как ни странно, «Властелин колец» Джон Рональд Руэл Толкиен, книга с очень интересной внутренней идеей, когда маленький человек выполняет свой долг, просто выполняет свой долг, он не совершает подвиг, он просто выполняет свой долг и спасает тем самым всех. Да, кстати, Маяковский приезжал в Севастополь, так что есть какая-то связь между им, и Крымом, и, то есть Севастополем, и известным писателем. Вот хотелось подытожить наш разговор о женщине-политике. Вот мы говорили уже о том, что когда вы становитесь во власти, да, человек немножко меняется, вот что-то меняется в нем. Вот как остаться женщиной, прекрасной, доброй, нежной, то есть сохранить в себе вот эти все женские черты, и при этом отстаивать свою позицию, быть человеком ответственным? Ну, наверное, во-первых, нужно все-таки понимать, что ты отвечаешь за людей, за какие-то события, вот ответственность, чувство ответственности должно остаться, а во-вторых, все-таки нужно, ну, наверное, ставить себя на место человека, который к тебе пришел, понимать, почему он пришел именно к тебе, и что он хочет от тебя услышать, и что он хочет получить. Не знаю, получится ли у меня остаться такой же, или, может быть, не стоит этого делать, может быть, есть что-то, что мне мешает. Пока слишком маленький срок. Но ответственность за людей, за город, с одной стороны, а с другой стороны, понимание их проблем, и почаще ставить себя на их место, и не уходить от них, жить среди них. Это, наверное, самое главное. Я хотела бы завершить вот словами Маргарет Тэтчера, вашего любимого политика. Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять и проблемы, которые возникают при управлении страной. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас была председатель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Татьяны Щербакова. А наша программа «Акцент» подходит к концу. С вами была Наталья Брайко. Далее смотрите «Новости спорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова